Особое мнение на 101FM Но мой вопрос не про это Владимир, вы летели в Киров? Да И в страну летели С Суперджетом? Нет, наверное, к счастью Вот Хотела бы понять, когда вы услышали Про эту катастрофу, какие у вас возникли ощущения? Вы знаете, конкретно про Суперджет Давно говорили, что Самолет ненадежный Но чтобы вот настолько Опять же, что там Только лишь проблемы с самолетом Либо проблемы с неопытностью экипажа Еще что-то Но в любом случае Вот этот комплекс проблем Который вылился в катастрофу Оптимизма не добавлял, безусловно И, кстати, многие, кто летают Вспоминают всю ситуацию И сейчас, опять же, те, кто следят за новостями Знают, что Суперджеты снова массово не летят То есть отменяются полеты И те, которые были запланированы на этих самолетах Говорят, что эта история Не единичная и бывала раньше То есть просто сейчас средства массовой информации Более внимательно отслеживают все эти невылеты И это, конечно же, вызывает тревогу и опасения И за Суперджет в целом И за нашу авиацию И за тех, кто на них еще полетит Вот у меня примерно такие эмоции На этот счет Если бы были билеты на Суперджет Вы бы постарались их поменять? Или уж полетели на овощ, что называется? У меня была ситуация, кстати, как-то раз Из Москвы в Киров я вылетал И смотрю, стоит самолет И у него вот этот корпус у двигателя разобран Я думаю, да, я запомню номер этого самолета Чтобы, упаси Господь, на нем не лететь А рейс был с пересадкой В этом аэропорту То есть транзит И буквально через полтора часа Нас подвозят ровно к этому самолету И я думаю И вот как не лететь? Да, вот не лететь, это же куча проблем Так что на авось На авось, да, все равно бы полетел Но при планировании вылетов Я, как правило, обращаю внимание Вы сейчас будете обращать внимание Обращаю и так И есть понимание, что Суперджетов, допустим, нет в победе совсем И ты вряд ли нарвешься на иной самолет Нежели чем на Боинг Поэтому как-то спокойнее летать в авиакомпании Чей парк самолетов примерно понятен Поэтому, да, я внимательно слежу за этим Наверное, многие сейчас тоже так говорят Катастроф разбираются каждый день Есть новости Что-то произошло совершенно из рук вон Потому что непонятно на самом деле Сначала говорили о молнии Потом про отказ приборов Теперь про работу пилотов Потом про работу диспетчеров И всех служб вместе взятых Добрались до самого Суперджета До его недоработок До отсутствия ремонтной базы и прочего Как думаете, вам лично важно знать Все эти подробности Все подробности этой катастрофы и ее причины Тут немножко важнее другое У нас почему-то так складываются всегда обстоятельства Что если есть какая-то ситуация чрезвычайная Будь то падение самолета Будь то лесной пожар Все время пытаются скрыть реальные масштабы катастрофы Почему-то Причем, может быть, это, я не знаю, пережитки советского прошлого И мы всегда ищем где-то подвох Потому что, если помните, про зимнюю вишню тоже говорили Что количество погибших там исчисляется сотнями Идва ли там не под тысячу На самом деле Те данные, которые были изначально отданы Оказались достоверными Вот может быть, как раз все эти попытки Что-то от нас скрыть И наталкивают на мысль, что и здесь Наверняка случилось что-то такое Ведь если говорить о тех проблемах Которые у рейса случились Там, на самом деле, говорят, и молния была И ошибка пилотов То есть это комплекс проблем Не так просто самолет загорелся и запрыгал Но, однако, сообщество пилотов уже И пилотов, и стюартов Они уже и говорят, что не раз писали письма И отказывались от полетов Потому что ненадежный самолет Потому что отсутствует ремонтная база Потому что он, в конце концов, недоработан Но при этом, знаете, когда читаешь Где-то в новостной ленте Что очередной авиакомпании разрешили Отказаться от закупки Сухого Суперджет Но это вызывает, опять же, подозрение Что кому-то, может быть, разрешили А кому-то не разрешат Я понимаю, что любой ценой нужно Авиационную промышленность поднимать Но, наверное, не ценой человеческих жизней Вот это удар по нашей авиационной промышленности Безусловно Безусловно, потому что И те покупатели Сухого, которые были Отказываются от полетов А на самом деле их не так много было О серьезных покупателях Можно было говорить только Одна компания в Мексике Одна компания в Ирландии Вот по большому счету и все Но даже они сейчас от полетов отказываются И несмотря на то, что у самолета были Очевидные плюсы Это экономичность Это и цена самого лайнера Но были очевидные минусы Это крайне низкий налет Мы, кстати, с коллегами еще до трагедии Эту историю обсуждали Что вроде бы как пытаются поднять Авиационную промышленность И вроде бы как Имидж такого Супер дешевого И при этом экономичного самолета Создан, но ненадежный Как вот у нас с машинами Всегда была беда Что они вроде бы Да, они дорогие Выглядят, может быть, как-то странно Хотя европейцы тоже приобретают Несмотря ни на что Но вот ненадежные наши автомобили К сожалению С самолетами такая же история Я не знаю, с чем это связано У нас, откровенно говоря Еще проблема-то в том, что Мало того, что самолеты У нас и ракеты начали падать И это уже системная история Спутники начали падать, да А здесь, наверное, Светлана Нужно посмотреть В динамике развития событий Вот тот отток Как говорили, мозгов Который в 90-е случился Наверное, вот сейчас он нам аукается Потому что А кто должен нам Сверхновые, супернадежные Двигатели разрабатывать Те же там фюзеляжи самолетов Все те же инженеры Которые от нас уезжают И вот сейчас не нужно искать Виноватого среди пилотов И опять же, не нужно искать Даже виноватого среди конструкторов Нужно искать виноватого Среди тех людей Который допустил Отток тех самых мозгов И когда мы говорим о том Что нужно создавать Какую-то там среду Среду нужно создавать Не только внутри Какого-то института То есть мы создаем там Сколково, да А вокруг Сколково До Сколково не доехать Да, и кого мы там оставим Тех, кого сможем Наручником к батарее пристегнуть Ну только так Потому что В противном случае Опять же, вот Последнее время Очень часто бываю в вузах И ребята ведь Не задают вопрос По зарплате Допустим, медики Либо учителя Не задают вопрос По зарплате Они представляют Какая Они не знают Про подъемные Они говорят А что я там буду делать То есть вот даже Получу я большую зарплату А у меня, не дай бог Заболеет ребенок Куда я его повезу Вот если мы говорим О решении проблем Их решать нужно в комплексе Я уж, коль, тут Начал говорить о комплексе О комплексном решении проблем Больше скажу Мы вот в масштабах страны Все время пытаемся Да, там Как-то влиять На мировую политику И сделать так Чтобы соседи к нам Если не присоединились То дружили с нами точно Давайте сделаем так Чтобы у нас Внутри страны было Настолько хорошо Чтобы все остальные Хотели к нам присоединиться И тогда не надо Никого там Пугать Лязганим оружие Да, оно у нас должно быть Высокотехнологичное Качественное Которое в случае чего Полетит, поплывет И ударит по врагам Так, что Мама Не говорю, все испугаются Но мы сами же знаем Что не хотим Ни на кого нападать Правильно Давайте только для обороны Это использовать А оборонять Надо, чтобы было что Если у нас нечего оборонять Если у нас, условно Говорят, до Лузы Не добраться Все еще Так о какой привлекательности Говорить Как рассчитывать на то Что в Лузе люди Молодые останутся Молодые, талантливые Которые все еще там есть Как рассчитывать на то Что они не захотят Оттуда сбежать Мы сейчас поговорим С вами еще про инвестиции И про то Останутся ли люди Только уже не в Лузе А в Мородыково В связи с последними новостями Которые вышли Относительно Мородыковского объекта Я до перерыва Озвучу эту новость А потом мы ее обсудим Процитирую Фейсбук Еще одного нашего Эксперта Константина Кропанева Вот что он написал И сделал ссылку На материалы СМИ Похоже На инвестиционные Привлекательности Можно поставить крест Сказал он Сказал Кропанев В своем фейсбуке И привел материал В Кировской области Будут утилизировать Химотходы Самого высокой Класса опасности Правда Константин Видимо не прочитал Лит под заголовком Потому что там Как раз Про инвестиции Немаленькие сказано Правительство Российской Федерации Выделяет Под это 5 миллиардов рублей Инвестиций Сначала одна реплика После того Как такие заголовки Читаешь Сердце екает Да Екает А вот почему екает Разберемся После короткого перерыва Особое мнение На 101FM Это программа Особое мнение Его высказывает Сегодня Владимир Костин Вице-спикер Областного законодательного Собрания Итак мы говорим Про объект В Мородыково Который планирует Построить Росатом Росатом Я не ошибаюсь За 5 миллиардов рублей Таких объектов На территории страны Должно вырасти 4 штуки И они будут Утилизировать Отходы Самого высокого Класса опасности Сердце екает Вы говорите От таких сообщений Почему? Ну потому что Не хочется Чтобы на территории Кировской области Была такая Общероссийская Помойка Да мы можем Вспомнить Архангельск До сих пор Там люди протестуют И если говорить Про инвестиции В 5 миллиардов рублей В Архангельскую область Хотели вложить Еще больше По-моему там Порядка 10 или 12 Миллиардов рублей Ровно за то Что под боком У них будет Вот этот гигантский Супер Мегаполигон Едва ли не вся Москва На который будет Свозить отходы Хочется ли жителям Кировской области Чтобы у нас Под носом Такая история была Нет Могу сказать Что те Акции Которые проходили У нас Масштабные Публичные Тоже Разговаривая с людьми Слышал о том Что упаси Господь Нам повторить Вот такую историю Как в Архангельске А здесь Чем-то подобным Попахивает Да Мордыковская Это объект Полигон Мордыковская Это объект Который Уже Построен На который Были потрачены Большие деньги И наверное Он должен Приносить Какой-то эффект Но вот такой ли Большой вопрос Опять же мы говорим О том что Объекты нужно использовать Так сказать И в мирных целях Конечно же Да Есть ли уверенность В том что Пускай даже Там будут утилизировать Либо может быть Как-то перерабатывать Отходы Высокой степени Опасности Есть ли гарантия Что с нашим Раздолбайством Все будет сделано По процедуре Что мы не получим Там отравленную зону В радиусе Допустим 100 километров Амардыковский На самом деле Очень близко От реки Вятка И не получим Отравленную вятку Ниже по течению Ну вот смотрите Давайте разберемся Отходы Первого и второго Класса опасности К ним относятся Такие вещества Как полоний Соли Свинца И талии Крайне опасны Но также Речь может идти Я сейчас цитирую По сайту навигатора О более привычных Отходах Отработанных Трансформаторах Тутных термометрах Например Батарейках Об этом кстати Говорил здесь у нас В студии Ваш коллега Вице-спикер ОЗС Роман Титов И вроде бы неплохо Раз мы говорим о том Что нужно перерабатывать Мусор Батарейки Тем более Нужно перерабатывать И это значит Что будут созданы Рабочие места Но По моим сведениям Уже в общественную палату Членам общественной палаты Комиссии по экологии Поступают звонки Люди из Морадыкова Звонят И спрашивают Не продавать ли уже сейчас Недвижимость Потому что Ничего про это Не было известно Я могу сказать Что общественная палата В эту комиссию Я тоже вхожу Планировала По Морадыкову Поднять вопрос В очередной раз Только к осени И тут Внезапно Мы узнаем Уже о принятом решении Что будет построен Этот объект И проектирование Стартует В 19-м году А в 23-м году Он должен уже заработать Вот мы в начале Программы Об этом начали говорить Не говорят Общественникам В принципе Людям Интересующим Интересующимся О том Что они хотят знать Человек так устроен Что он дальше Начинает додумывать сам Нам не сказали Что планируется В Морадыково Что-то планируется Что-то подписали 5 миллиардов Какие-то К нам придут На что они придут Они не к нам Весь придут Не к нам Владимир Пускай в Морадыковский Пускай на производство На строительство В котором будут Открыты Возможно Новые рабочие места И так далее А что будут делать Мы не знаем И при этом Очень хотим узнать Почему Опять же Власть у нас боится Общественников Почему боится Активных граждан Власть вам скажет Это не наш объект Он федеральный Да Власть нам И этого не сказала Начнем с этого Если бы нам рассказали Что там будет Утилизироваться Если бы нам рассказали Что там будет За сверхсовременное За 5 миллиардов Производство Когда оно будет построено Сколько рабочих мест Откроется Мы бы наверное Меньше сейчас Вот так вот опасались Мы ведь не возмущаемся Мы опасаемся Мы бы сделали Какие-то выводы Жители Морадыковского Сделали бы выводы Продавать Не продавать Ну например А сейчас Жители не знают Мы не знаем Кому бы они наверное Не пришли Им ответа не дают Вот я допустим Тоже не знаю Что там будет К большому сожалению И это говорит о том Что когда мы не получаем Информацию Мы начинаем додумывать Что мы додумываем Бог его знает Ровно как и с Суперджетом Ровно как и с Морадыковским Еще масса с чем Депутаты областного Законодательного собрания Этот вопрос будут поднимать Как вы думаете Ну я могу сказать Что я сейчас точно Буду выяснять И разбираться Что там такое Для того чтобы Если вдруг От жителей Морадыковского Поступит обращение Им ответить Развернуто И полностью Представлять хотя бы самому Что делать Я думаю что не только От жителей Морадыковского Вот мы вас просим Это сделать Для того чтобы тоже Понять и рассказать людям Что там будет построено Как это повлияет На окружающую среду На людей Какие конкретно Отходы будут перерабатываться Ну потому что Это очень серьезный Самое крайнее В следующей программе Можем вернуться К этому вопросу Договорились Еще один вопрос Который безусловно Нужно обсудить Практически Димарш совершили Несколько Бизнес-объединений Кировской области Вышли по этому поводу Новости Предприниматели И предпринимательские Объединения В частности Деловая вятка Лига предпринимателей Торгово-промышленная палата Кировской области Еще несколько Отказались участвовать В оргкомитете Форума традиционного Кировского Который должен был Пройти в девятый раз Предпринимательство На вятке Мы делали эфир С представителями Тех, кто взбунтовался Можно сказать Они говорят, что В целом Недовольны работой Министерства Экономики И предпринимательства Они очень серьезно Наезжали на министра Прямо наезжали на министра Наталью Кряжеву Она была здесь у нас в студии Господин Маури Который здесь тоже был Он возглавляет Лигу предпринимателей Деловая вятка Он прямо обвинил Наталью Кряжеву В некомпетентности И сказал, что она должна Уйти в отставку Просто пример В продолжение Вот того, что сказано Пока без выводов Есть в планах В рамках разработки Стратегии развития Кировской области Укрупнить Территории Пока там Может быть так Абстрактно Да Но создать 8 макрорайонов Которые будут состоять Из нескольких районов Здесь нам об этом Чурин рассказывал Да, по кустам И вот когда Первая презентация Вот этого всего дела была Там же еще плюсом Были прописаны Отрасли промышленности Которые на территории Присутствуют И которые нужно развивать Так вот Пищевой промышленности У нас нет Даже в тех кустах Которые очевидно Занимаются Пищевой промышленностью Ну например У нас есть Крупные фабрики Которые делают Печенье и конфеты Сладкая слобода Кио Их на карте Нет То есть видимо Министерство профильное Не видит Эти организации Вообще И наверное В будущем Тоже не видит Потому что В планах по развитию Пищевой промышленности Ничего не прописано Конечно же Прописаны какие-то там На севере у нас лес На юге у нас Где-то там Особенно юго-восток Сельское хозяйство Ну здесь у нас там Какие-то химические Производства И все То есть вот то что мы видим сейчас под носом Может быть из какого-то учебника По краеведению Там 97-го года Вот Переписали Оно там есть А все что дальше собственного носа Его там нет А дальше наверное выводы по всему этому Да Если мы такую программу развития Кировской области Примем То она нам не нужна вообще Лучше вот по старинке Без плана А вот что-то получится Но я первый раз наверное На программе развития Кировской области В начале созыва сказал Что неплохо бы приступить к ее развитию И вроде бы как и рабочая группа создавалась Но до сих пор Меня лично никто не пригласил На заседание этой рабочей группы И мне неведомо Что там происходит Судя по всему Предпринимательское сообщество Точно так же переживает Не видит что происходит Опасается что у нас Может быть опять какое-то Производство за 5 миллиардов Появится А потом мы узнаем Что нам совсем не нужно Потому что расплачиваться за него Мы будем может быть какими-то Я не знаю там Заболевания Вот зачем нам это надо Вот предприниматели Четко говорят Зачем нам это надо Мероприятие для галочки На которое мы потратим Еще кучу денег А на выходе получим Что у нас пищевой промышленности Нет оказывается В большинстве районов Кировской области Поэтому Свет Я не знаю Вот опять же Как мне Характеризовать министра Насколько человек способен Или не способен Но министерство Точно работает Недостаточно эффективно А раз министерство работает Недостаточно эффективно Впору говорить о том Что министра нужно менять Здесь я соглашусь О кадрах говорят постоянно Можем ли мы сказать Что и сейчас Еще кадровый кризис В правительстве Кировской области Не преодолен Потому что мы видим Постоянные уходы И из правительства Кировской области Уж не говоря там Из муниципалитета Уходы видим Непрофессионалов Которые вот как их Не обозначают Что они плохо работают Не уходят Я уже не знаю Устал говорить Что значит не уходят Я не могу понять Они сидят Он сидит Ты не профессионал Ты не выполняешь На тебя значит Жалуются Он сидит год Он сидит два И мы чего ждем Что он по собственной воле Скажет ну ладно Пожалуй поеду Ко я вон в Америку А я туда фоточки буду посылать Максимум что мы можем Это вот так вот Публично высказывать Министру Что он не прав Что он либо должен работать А министру ли Кто Наниматель Согласен Наниматель Вообще Жители Кировской области Они в конце концов Избрали себя Главного руководителя Губернатора И он принимает Сейчас По сути Эти полномочия Переданы Председателю правительства Председатель правительства Разве Разве Эти Кали Которые нам говорили Четко видим Она сохраняется Сейчас это головная боль Вот конкретно Судьба министра Кряжева И головная боль чья Чурина или Васильева Хочется понять Я не могу сказать Что Александр Анатольевич Чурин вот сейчас Уже полностью Получил полномочия Для того чтобы Взять и снять Какого-то министра Надеюсь что это так В противном случае Зачем мы разделяли Две должности Два разных там Полномочия Я думаю что это должно быть По крайней мере Если этого нет То конечно же нужно Для Александра Анатольевича Ставить вопрос О наделении его Этими полномочиями Раз уж он отвечает За реализацию Государственных программ В Кировской области Это же его ответственность А извините Кем он воевать то будет И если вот Такими людьми Которые не способны Отвечать за поставленные задачи Не достигнем результатов Опять же Говоря о стратегии Мы сейчас ее написать не можем А нам ее реализовывать потом Кем Кем писать И кем реализовывать Поэтому если полномочий нет Обязательно нужно Их дать Если они есть То обязательно нужно Спросить за реализацию То есть я честно говоря Очень жду Кадровых изменений В ближайшее время Понятно что Человек получив полномочия Возглавив правительство Должен осмотреться Должен раздать задачи Посмотреть их исполнение Если они не исполняются Может быть там Как-то скорректировать работу И после этого принимать Кадровые решения Чурин сколько сидит уже В сером доме Ну откровенно И снова ему дать Время на осмотреться Это можно сделать За месяц Да Условно говоря Можно сделать за два Опять же нужно быть Открытий на мой взгляд А люди сидят годами А люди сидят годами А потом спокойно уходят Не смогла так не смогла Это вообще отдельная история Когда Скорпинский В городской администрации Пришел в специально возглавляемое Созданное специально для него направление Развитие инвестиций И не смог за полгода Предоставить план Благополучно уволился А зарплата шла И ответственности никто не понес Ну да А здесь Ну я опять же сторонник Я сейчас в очередной раз Призыву всех тех Кто не ходит на выборы На них сходить Как раз таки потому Что мы делаем выбор Один раз Когда выбираем Губернатора А он уже дальше По цепочке нам Министров И председателя правительства И главу администрации Фактически предлагает Сейчас вообще очень интересная Ситуация у нас все-таки Володь складывается Ведь четко же сказано И люди это приняли Что Игорь Владимирович Васильев Будет решать большие финансовые вопросы В Москве Да А Александр Анатольевич Чурин Будет заниматься руководством Области здесь на местах И значит Это и экономические вопросы И кадровые вопросы И социальные Все на нем на самом деле Будет вот здесь оперативно Исходя из этой позиции Это он должен принять решение Что ему делать в этой ситуации Безусловно Я об этом и говорю И ему не надо ждать Полтора-два месяца Он прекрасно знает Анталью Михайловну Он прекрасно знает Всех остальных сотрудников Которые есть Потому что он с ними Все время находится вместе Совещание проводит И работает Сколько времени нужно На раскачку Для принятия решения Или должны быть ли они Какими-то неотвратимыми Быстро принятыми Или напротив Первый момент Я уже о нем сказал Это история про то Есть ли сейчас Вот те полномочия На самом деле То есть Декларативно они прописаны Но есть ли они сейчас Потому что Условно говоря Взять и поменять Ту команду Которой работал губернатор Ну наверное Бросить тень на губернатора Поэтому может быть Они будут происходить плавно Может быть как-то там Постепенно по одному И так далее Может быть с переводами На какие-то должности Второй вопрос Не менее важный На кого менять Есть ли команда Александра Анатольевича Вот мы в ближайшее время Увидим На мой взгляд Здесь опять же Нужно поискать Там где мы Может быть И не искали еще Вот те самые там Сообщества В том числе Предпринимательские Которые всегда были Обделены вниманием Когда дело доходило До каких-то Реальных распределений Мест До того Чтобы реально услышать Мнение Ну вот когда надо Мы вас соберем На какой-то форум Вы там По большому счету Не мнение свое выскажите А пары выпустите Потому что вряд ли Кто-то реализовывать будет То что вы сказали А вот сейчас Может быть там поискать И здесь я бы еще один вопрос Затронул Когда мы говорим О высоких Либо низких Зарплатах чиновников Вот у меня здесь Вообще особое мнение Продолжаем программу Особое мнение Я Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает вице-спикер Областного законодательного собрания Владимир Костин И мы говорим Про кадровый голод Есть он или нет В правительстве Будет ли обсуждаться Судьба министра экономики И предпринимательства Натальи Кряжевой И других Выскопоставленных чиновников Которыми недовольны Как минимум Местное предпринимательское сообщество И заговорили о зарплатах чиновников Это тоже была острая тема Которую на УЗС Поднимала госпожа Сыкчина Призывая лишить губернаторов Оплаты санаторного отдыха Членов их семей И еще премии В размере трех окладов При выходе в отпуск Это вообще правда что ли? Что каждый раз Когда губернатор идет в отпуск Ему три оклада выдают Сейчас закон позволяет Серьезно? Я не знаю Выплачивают или нет Но согласно закону Можно на это претендовать Никто не отказывался Мы не слышали о заявлении При этом никто возможно и не просил То есть вот здесь ведь история О том что согласно Действующего законодательства Можно подать заявление И получить Можно на три оклада съездить в отпуск Это же хорошо Да можно много чего сделать Тут мнение мое Почему кстати члены Областного законодательного собрания Не поддержали предложение Ольги Сыкчиной? Ну вот тут наверное Нужно спросить членов Областного законодательного собрания Те которые не поддерживали Вы поддерживали? Я с коллегой согласен В том плане Что если уж мы Прикрываемся формулировками Что у нас на какую-то законодательную инициативу Нет денег То нужно начинать экономить С себя И эти деньги И когда мы вот уже Оптимизировались Настолько что Мы можем сказать Слушайте Ну вот здесь денег больше нет И нам при этом Не стыдно Потому что мы себя Оптимизировали Где-то еще поискать В другом месте Другая история О том что Кадровый голод Вот подходом Урезания зарплат чиновникам Ни в коем случае Мы не решим Эту проблему И здесь вот Как раз то Анонсированное Особое мнение Мое Если мы хотим Сформировать команду Профессионалов Надо им дать возможность Надо их замотивировать В том числе Возможность финансовая Потому что Если мы говорим Про крупный бизнес Где Реально работают Профессионалы Достигают Многомиллиардных Показателей В виде выручки Прибыли И так далее У нас много предприятий Крупных И если посмотреть На доход Тех людей Которые руководят Этими предприятиями Не придут работать Даже губернатором Зарплата губернатора Ну сколько там Под 3 миллиона в год Где-то вот так вот А зарплата людей Которые Допустим Руководят Кирово-Чапецким Химокомбинатом В 10 раз больше Ответственности Много Безусловно Но Не за Миллион 300 Человек Явно Плюсом наверняка Возможностей больше И вот Свет Когда тебе дадут выбор Стать губернатором Или руководить Кирово-Чапецким Химокомбинатом Ты что выберешь Большой вопрос Сейчас наверное Там каждый для себя Его тоже задал И Логично Что здравомыслящий Человек выберет Ну какое-то Наверное там Более комфортное Существование Если вот ты меня спросил Я конечно пойду туда Где я буду Комфортно себя чувствовать Потому что я буду понимать Что у меня компетенции Достаточно Чтобы выполнять эту работу Безусловно А вот компетенция Опять же там Губернатора И компетенция Руководителя Крупного Холдинга Наверняка Несопоставимы Это такое масштабное Макро руководство И в чем разница По большому счету Пойти туда Или пойти сюда Уж если С областью справился Наверняка С предприятием Справишься То есть опять же Мы говорим о том Что там наверное Слаще И вот Когда мы говорим О том Что чиновники Получают Слишком много А вот допустим Учитель получает Слишком мало Надо ставить вопрос Не так Вот если Мы там назначили Допустим Кого-то министром И при его руководстве Тем же самым учителям Стало жить лучше И он не поднимает вопрос О том что Вы знаете У нас денег Как не было Так и нет Поэтому мы вам зарплату Как не поднимали На 40% Так и не подняли Например Или подняли Но вы этого Почему-то не заметили Это ваши проблемы Вот если так стоит вопрос То нам не нужен Этот человек Из-за ту зарплату Которую он сейчас получает Если учителя Увидели это повышение Зарплаты Вот не знаю Каким образом Вот человек Пришел и смог Тогда наверное Не стоит спрашивать Слушай А почему ты тогда Сам-то так много денег Получаешь Потому что он Как-то вот нашел Возможность вам Зарплату повысить То есть мы Не те немножко Категории В голову угла ставим Нужно не смотреть На уровень дохода Нужно смотреть На эффективность работы Вот опять же Если по Бондарчуку Есть вопросы Если по Кряжеву Есть вопросы Так сколько бы они Не получали Они получают Намного больше Чем средняя зарплата В Кировской области А результат их работы Если не отрицательный То по крайней мере Не положительный Максимум нулевой Зачем они нам нужны За такие деньги Вот ключевой вопрос Так ну должна быть реакция Чтобы вот тут вот Закруглить Должна быть реакция Господина Чурин Или господина Васильевна Вот на такой Димаш Представителей деловых кругов Главное Чтоб не репрессии В адрес Представителей деловых кругов Ну собственно говоря Не репрессии В адрес чиновников Если они недостойны Мало ли какие нападки Безусловно К работе чиновников Нужно присмотреться Если То бизнес-сообщество Которое Давно Сформировалось Я имею ввиду Допустим Торговую промышленную палату Они ведь давно уже существуют Это самое такое Авторитетное Пожалуй Среди крупного бизнеса Ну и среднего бизнеса Объединение предпринимателей Если их сейчас не услышат Ну зачем тогда Собственно говоря Говорить о каком-то Взаимодействии бизнеса и власти Теперь значит Про скамейку запасных О которых вы начали говорить Что не факт Что кто-то пойдет На эти должности Вот вопрос конечно же Обсуждался А кто бы мог А кто бы пошел бы тогда И каждый раз Когда задаешь вопрос людям Мне Вот я сейчас скажу Мои источники Что говорят А вот этот Я спрашиваю Нет Вот этого не возьмут Он же работал при белых А вот этого А этот тоже работал Он и сам не пойдет Потому что неизвестно Чем это закончится Вот эта история Про то Что люди известные Успешные Работающие все еще в регионе И пользующиеся доверием Когда-то работали при белых Почему-то до сих пор Спустя столько лет Стоит во главе угла Принятие решений О приеме или неприеме на работу И вообще о предложениях Прийти и поработать В правительстве Хотя Вся история показывает Что человек эффективный Сотрудник может быть Почему? На самом деле для меня Тоже загадка Почему? Когда чистили команду И всех вычищали Какие судьбы этих людей В итоге постигли Ведь мы помним Как уезжала команда Снимали прямо с чемоданами С места Не давали детям Доучиться до конца Учебного года Люди уезжали И если посмотреть Где трудоустроены Сейчас сотрудники Бывшего правительства Нашего Они неплохо себя чувствуют Кто-то возглавляет Медицину целого Подмосковья Кто-то министерство В Подмосковье Кто-то в Крыму Возглавляет Департаменты министерства Но вообще практически В Пермском крае Пожалуйста Согласен абсолютно с тем Что не должно быть Такой характеристики Как работал при белых Не работал при белых И от съев Так происходит сразу Раз работал До свидания Мы даже резюме Рассматривать не будем Другой вопрос Что нужно смотреть Исключительно на профессионализм Если человек профессионален Опять же Если он не замечен был В каком-то там В росте коррупции И так далее Почему не оставить Почему не взять на работу Ну то есть У меня тоже вопрос Такой же Почему нет В конце концов А мы сейчас Взяли людей на их место Которые обладают Большей квалификацией Которые больше Смогли достичь Чем Те люди Которые Вместе С белых Ушли Да Ну вместе Имеется ввиду После того Как всем известные События произошли Во многом Там вопросы По многим персоналям Да И если уж Мы понимаем Что те люди Которые были до Работали эффективней Ну почему хотя бы Сейчас кого-то Третьего не посмотреть Да В конце концов Почему опять же Не вернуться к тем Кто доказал свою эффективность Я не знаю К сожалению У меня на этот Вопрос ответа нет И надеюсь Что Ну те люди Которые кадровые решения Принимают В том числе Будут учитывать Наше мнение Да И услышат Что важно базироваться В первую очередь На профессионализме Кстати Губернатор же говорил Порядочность И профессионализм Абсолютно согласен Два качества Которые должны быть Вот определяющими Для того Чтобы человека Назначать на должность А дальше уже За дела спрашивать У нас остается Три минуты До завершения программы Я хочу Чтобы вы прокомментировали Возрождение команды Родина Мы видим Что Практически Снова Укомплектовали команду Старыми В хорошем смысле То есть бывшими игроками Родины Заново Это значит Что нашли деньги На финансирование игры Этой команды На зарплаты Этой команде Вспомним Что последние сезоны Разгромные Совершенно Полные проигрыши Вспомним Также Что отсутствуют Современные стадионы Для игры Родина разваливается Сами об этом говорили Я имею ввиду Стадион Родина Для меня Это удивительно Как команда Возрождается Как Феникс И Даже не знаю Откуда идут Сейчас деньги И на что рассчитывает Правительство Потому что Об этом пока Еще не говорили Но как вы Относитесь К этой истории Я отношусь Безусловно Положительно К тому что Родина восстанавливается Потому что Это фактически Единственная Еще у нас была Олимпия Команда Профессиональная Которая добивалась Каких-то результатов Положительных У нас было И третье место В чемпионате И на родину Действительно Ходили Даже на тот Старый Убогий На тот момент Кстати Вспомнила Бабка Яггдилкой была Владимир Вспомните Последние сезоны Что не игра То позор А последние сезоны Что не игра То позор В том числе И в старом составе Между прочим А в том числе И с невыплаченными Зарплатами Наверное Тяжело выходить На хоккейное поле И добиваться Результата Когда Вы на игру Доехали На автобусе И там Наверное Все перемершие И на тарто Владимир Сколько стоит Финансирование Команды Лу Родина В год Вы знаете Порядка 50 миллионов От 120 до 180 миллионов А сколько Выделяется На все федерации Кировской области Денег Вы знаете Светлана Тут другой вопрос А вот это цифра Которую вы называли Мы профессиональный спорт Не можем финансировать Из бюджета То есть я рискну предположить Что это деньги спонсорские У нас если посмотреть На клубы Футбольной премьер-лиги Которые Фактически Их учредителями Являются Регионы Там бюджеты Миллиардные И это деньги спонсоров Если вот губернатор Допустим Нашел этих самых спонсоров То у нас Тульский арсенал Вот сейчас идет На пятом месте Или на шестом И в Еврокубки пойдет И никто не задает вопрос Откуда деньги И может быть мы их потратили бы куда-то Полные стадионы Все довольны Другое дело Что вот мы сейчас 17 миллионов Можем выделить на Чемпионат по компьютерному Многоборью Тоже безусловно Наверное Надо этому радоваться Потому что у нас Чемпионат мира По компьютерному Многоборью В Кировской области Пройдет И все то оборудование Которое будет закуплено На эти деньги Вроде бы как потом В органы госвласти В администрации Может быть в МФЦ Переедет Наверное Стоит этому радоваться Но опять же А федерации Все вместе взятые Видели вот эти деньги Может не федерации Может быть районные отделы спорта Вот если сейчас Все эти 17 миллионов Поделить им Дать на проведение мероприятий На то чтобы они Не профессиональные Может быть А любительский спорт поддерживали И уверенно Они бы все обрадовались То есть А есть у нас Вот эти 17 миллионов рублей Да конечно Гордиться с одной стороны Нужно что Наши вот спортсмены По компьютерному многоборью Заняли второе место В Ставрополе И везут к нам Сейчас вот это Чудесное мероприятие А много людей Об этом знает Много будет следить В интернете Либо упаси Господь Придет наблюдать За этим чудным действом Боюсь предположить Что наверное Немного И 17 миллионов Мы потратим Наверное Не так эффективно Как могли бы Хорошо 15 секунд Сколько вы даете Какой даете срок жизни Возрожденной команде Родины Надеюсь она будет жить вечно Владимир Костин Вице-спикер Кировского областного Законодательного собрания Его особое мнение Вы слушали Микрофон работала Светлана Занько Всем хорошего дня Спасибо Доброго дня Особое мнение На 101FM